Дорогие друзья, с вами я, Владимир Дзюба, и пусть Бог благословит каждого из вас, и мы прикоснёмся Слово Господне. Пусть этот месседж будет очень короткий, но я думаю, что он содержательный, и, естественно, слово, которое звучит, оно должно дать нам возможность задуматься, с какой целью оно было сказано. Я сегодня хочу коснуться одной истории из жизни Иисуса, это когда он был ещё подростком, и момент в его жизни, когда он с родителями пошёл в храм, и после этого они возвращались, и я помню этот момент, когда меня очень коснулась одна ситуация, которая произошла с родителями, они думали, что Иисус где-то рядом, а оказалось совсем не так. Я долгое время размышлял и где-то какое-то получил для себя понимание, но сегодня я хочу поделиться ещё одним пониманием с вами. Для чего? Для того, чтобы мы всегда могли исследовать свою жизнь. Луки 2 глава, 44 стих. «Они думали, что Он идёт с другими, прошедший дневной путь, стали искать Его». Знаете, эта история, её можно тоже отождествить с нашей жизнью. Временами мы тоже, кажется, следуем путями Господними, нам кажется, что Христос сегодня рядом, всегда с нами, всегда за нас, и мы идём всё хорошо. Но потом начинаем осознавать, это то, что в какой-то момент, что мы чувствуем, что-то происходит не так. То, что наше чувство, которое было, оно на самом деле обманчивое. И вот здесь очень важно тоже критически подойти к себе. Это то, о чём я говорю, это касается духовного хождения, не физического, а именно духовного хождения, потому что есть переживания. Когда мы следуем со Христом, знаете, отпечаток Христа остаётся на нашей жизни. Когда наше сердце, оно расположено к Нему, естественно, это будет выражаться и в нашей жизни, в наших словах, в наших поступках, в наших отношениях друг к другу. Но как только происходит, что Христос где-то оказывается в стороне, и наш фокус, он смещается на какие-то земные вещи, на какие-то плотские вещи, это то, что это начинает оставлять отпечаток на нас. Поэтому, когда люди, допустим, сфокусированы на какой-то плотской информации, естественно, это то, что будет оставлять отпечаток в ваших словах. Если это информация, которая там наполнена критикой или ещё какой-то информацией, душа, она начинает это отзеркаливать и уста это начинает, естественно, исповедать. Поэтому с уст вылетает временами то, что не должно выходить. Апостол Павел сказал римлянам, чтобы мы не сообразовывались с этим миром, а наоборот преобразовывались обновлением. И это, наверное, предназначение и цель жизни верующего человека, что стараться в каждом дне искать лица Божьего больше, не полагаться на какой-то свой старый опыт. Потому что временами есть служение или есть какие-то моменты, когда мы пережили присутствие Божьего, когда мы пережили наполнение Божьего. И нам кажется, что это теперь будет сопровождать нас всю нашу жизнь, когда наши уста были как живой источник, как родник, который изливал просто эту благодать. Но когда мы начинаем отступать, естественно, первое это то, что начинает выдавать наши уста. Поэтому даже сегодня можете протестировать, как вы общаетесь со своими родными, как вы общаетесь со своими близкими. И не стоит обманываться. Если вы видите внутри негативные какие-то моменты, я думаю, что необходимо сделать стоп. Необходимо в своей душе искать того, чтобы преображаться от самого Господа, искать водительство в Его слове, искать понимание в Его слове, для того, чтобы истина, она оставляла отпечаток для нас. Потому что мы, как человеки, мы склонны для себя искать пример подражания. И временами некоторое долгое время проводят время возле своих мониторов, смотря какую-то информацию или какие-то фильмы. И видя каких-то людей, которые чего-то достигли в этой жизни, они пытаются их георализировать и быть в какой-то степени похожими на них. Но я вас уверяю, если это мирской пример, это неправильный пример, это тот пример, который приведет в конечном счете, к внутренней проблеме, к этому внутреннему диссонансу. Почему? Потому что мы, как верующие, мы предназначены уже исполняться духом. И от этого получать в свою жизнь радость, от этого получать мир. Потому что, когда мы ищем другие для себя источники, и в том, чтобы восполнить свою какую-то внутреннюю потребность и нужду в своей душе, мы обязательно окажемся в проблеме. Поэтому давайте будем мудры, не будем полагаться на свой старый опыт, а будем стремиться к новому опыту и к новым переживаниям, которые есть у нас в Боге. Я верю, что это то, что как верующих нас обогащает, и будет для нас это большим благословением. И, естественно, мы сможем стать большим благословением и для других людей. Потому что, когда в наших устах есть ответ, божественный ответ, и руководство, и мудрость присутствуют, очень важно здесь увидеть, и когда что-то другое происходит, в наших устах уже совсем другое наполнение, это тоже необходимо увидеть. Вернуться к тому источнику, который является наш Господь Иисус. Может больше проводить время в слове, размышлять над словом, утром, читая, брать это слово в свое сердце и возогревать его в своей душе, или, может, в молитве провести время, или в поклонении, в прославлении. Стремиться к тому, чтобы исполняться Духом каждый день в своей жизни. Поэтому благословение во имя Иисуса. Аминь.